А это вот, если помните, называется, кто ел орехи, кишью называются. Здесь они кожа, называется фрукт. Вот из них делают эти орехи кишью. Они очень трудно их добывать, эти орехи. Я теперь понял, почему цены на них такие недешевые. То есть это не просто скорлупу убрал и все. Там пористая скорлупа такая внутри, маслянистая, очень трудно отдирается. Ее нужно на солнце выдерживать, чтобы ушла специально вот эта кислота ядовитая. Я как-то с дуру решил зубами грызануть вот эту вот часть. И мне обожгло всю десну, все небо, и кожа слезла внутри. Поэтому это очень штука там опасная. Там вот это масло, оно очень такое едкое. А сам фрукт вкусный, я даже не знаю, на что он похож. Сейчас чуть даже попробую один съем. Уже забыл вкус. Но он рот вяжет немножко. Волокнистая мякоть. Из него сок в основном делают. Сок же делают, да, гадар? Волокнистая структура напоминает черемуху. Яблоко и черемуху. Ну, черемуха, знаете, рот вяжет, такие черные ягодки. А это кожа, а это кожу. Вот очень похожее название. Это кожа, фрукт. Вот этот кожу рот вяжет. А это сейчас попробуем. Уникальнее совершенно. Кожура отдает чем-то еловым. Немножко на мангу похоже. Вот на этот сорт мангу. Это манго-роза. Вот она очень похожа по вкусу. А так, как будто там и лимон есть, и апельсин, и мандарин. И слива. Вот что-то такое. Слива, мандарин, апельсин, лимон. Между сладким и кислым. Больше к кислому. Вот такой интересный. Мякоти не очень много. Но косточка... Сейчас я покажу. Жесткая косточка. Да, косточка напоминает абрикос. Сейчас. Ну, он такой, да, в общем, мини-абрикосик такой. Даже персик скорее. Абрикос-персик. В общем, непонятный какой там фрукт. Ну, такой приятный. Сок тоже из него делают. И мороженое. Очень вкусное мороженое на его основе. Ну, в общем, все, показал. Вот так он волокнистый такой. Ну, вкус своеобразный, конечно. А вот там вот орехи и кишью. Посмотрите, сколько надо насобирать этих фруктов, чтобы вот с каждого фрукта небольшой орешек. Поэтому, конечно, тут они и стоят столько, эти кишью. Ну, все. Всем удачи. Всем пока, братцы.